Широкие пляжи из мелкого ракушечника, тихие, очень удобные для отдыха на побережье Азовского моря места в Славянских Кучугурах, пока еще не так востребованы, как могли бы. Причина этого – участок дороги, который оставляет желать лучшего. Но проблема начала решаться. Сейчас проводится ремонт дорожного полотна. Одним из последствий, прошедших в августе минувшего года сильнейших ливней, стало значительное ухудшение проходимости участка дороги протяженностью 7,5 километров от хутора Верхней до баз отдыха в Кучугурах. Это стало серьезным препятствием как для местных жителей, так и для славянцев, а также гостей нашего района. Нужно было решить проблему, и решение было найдено. На помощь славянскому району пришла администрация Краснодарского края. Я считаю, что это очень важное для нас мероприятие, так как, во-первых, эта дорога очень необходима нашим нефтяникам, которые работают в этой стороне, плюс базы отдыха. И жители нашего города и района не раз уже обращались и ко мне лично на приемах, и депутату Государственной Думы Ивана Ивановича Демченко по поводу восстановления этой дороги. Я считаю, что мы, вот благодаря этой поддержке, мы в марте месяце планируем завершить работы полностью по восстановлению дороги в щебеночном покрытии. Ну а дальше, конечно, в планах, все-таки это мечта уже, скажем так, моя, все-таки эту дорогу заасфальтировать. Решив проблему с этой дорогой, мы, конечно же, решим проблему по отдыху и жителей Славянского района, и наших гостей, потому что сюда гости тоже любят в летний период приезжать и отдыхать на нашем побережье. Работы в настоящее время ведутся Славянской дорожно-строительной компанией номер 14. Задействована специальная техника, автогрейдер, каток для уплотнения покрытия. Работники стараются выполнить намеченное качественно и в срок. Это очень важно для Черноярковского сельского поселения, где и проходит эта дорога. Было принято такое решение об оказании финансовой помощи со стороны Славянского района, спасибо Роману Ивановичу, и со стороны края, где мы вошли в эту программу, чтобы нам выделили деньги. Подобрали подрядчика, который приступил еще в декабре к выполнению данного мероприятия. Завезено 32 тысячи тонн инертных материалов и работа в настоящее время продолжается. На сегодня отсыпано первым-вторым слоем, это порядком более 20 сантиметров слоя, половиной запланированной ремонта, 3,5 километра. Уже уложенные два слоя щебня со специальными добавками позволили поднять в этом месте и выровнять дорогу. После укладки третьего слоя гравийно-песчаной смеси качество еще больше улучшится. Восстановленный участок дороги будет иметь ширину 6 метров. Работы планируется завершить в ближайшее время. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа События.